Я всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели. С Божьей помощью мы дошли до второй главы книги во экран ЦАВ. ЦАВ это повеление и говорит Господь Смаше, повели Аарону и его сыновьям. Глава продолжает вопрос жертвоприношения, или как правильно переводится это слово, слово приближения тех действий, которые помогают человеку приблизиться ко Всевышнему. И на этом пути возникает очень много ошибок. Во-первых, ошибки в отношениях между человеком и Богом. И во-вторых, это ошибки между человеком и человеком. Я хочу посвятить также этот урок миру в Украине, полной победе над теми врагами, которые пришли сюда. И как я только что сказал, что все, что происходит, это ошибки в действиях человека. Эти ошибки возникают вследствие того, что человек где-то останавливается в своем развитии. Он не желает глубже окунаться в то знание, которое дает нам Всевышний, в понимание задач, зачем человек рождается на этой земле, для чего он живет, каждый из нас. Это касается совершенно каждого. Очень часто я, бывает, общаюсь с людьми, которые, даже с евреями, которые, к примеру, не очень еще углублены в соблюдение заповедей. И они иногда не понимают некоторые заповеди. Почему там вот так можно, а так нельзя. Или наоборот. И вот живой пример. Если бы мне кто-то сказал, я не буду говорить там год назад, полгода назад. Если бы кто-то мне месяц назад сказал, что будет то, что сейчас происходит, война, что Россия нападет на Украину, я бы не поверил. И, к примеру, сейчас очень часто можно видеть в синагоге человек, соблюдающий, очень соблюдающий, находится с телефоном в руках. Почему? Потому что у него есть жизненно важные вопросы. Эти вопросы касаются жизни человека. Эвакуация, есть больные люди, родственники и так далее, и так далее. Ну, это тоже было фантастикой, чтобы мне кто-то так сказал, раньше я бы не поверил. Изменилось время, и это сейчас разрешено. Равин это разрешает определенным людям, которые ответственны за жизни людей. Но для этого нужны знания, чтобы знать, как действительно действовать. Чтобы ты не мучился в душе своей, не думал, что ты совершаешь какую-то ошибку, беря как бы телефон в руки. Если есть такой вопрос, то это разрешено ради спасения жизни, даже нарушить шаббат. И получается, что ситуация в мире может измениться за секунду. Вчера еще не было войны, сегодня война. Вчера еще не было сирен, сегодня сирены, и прячутся все в подвалы. Конечно, пусть будут прокляты те, из-за кого это все началось, и кто поддерживает эту войну. Поэтому как раз вот обучение, углубление человека в те процессы, в которых он находится, это жизнь. Это наша жизнь. Но эти процессы не могут быть в отрыве от Всевышнего. Ведь это все ради Всевышнего. А очень часто есть люди, которые думают, что их жизнь принадлежит полностью им. И они могут поступать так, как они хотят. К примеру, им Тора говорит, нужно делать так, а человек говорит, нет, я считаю вот так, и я буду делать так. И вот это корень того, что человек начинает ошибаться, и шаг за шагом, углубляясь в этих ошибках, если, конечно, с Божьей помощью он не понимает что-то, не находит ответ и не прекращает, а начинает развиваться. И уходит от этих ошибок. А так он будет углубляться, углубляться шаг за шагом, наоборот, ошибаясь, ошибаясь. И в конце концов, любая даже незначительная ошибка, если ее не остановить, она будет приводить тебя к более какому-то неправильному поведению, и приведет к каким-то более глобальным нехорошим последствиям. Поэтому вот наша задача, задача каждого человека, это учиться, учиться познавать этот мир, и познавать его во всех планах. Понятно, самое первое это духовность, это Тора, это Всевышний, то, что хочет от нас Всевышний. А далее инструменты, при помощи которых человек может это применять в этом мире. Это и психология, да, и его речь, и его действия, и социум, в котором он находится, взаимодействие с людьми. И вот у человека возникают эти ошибки. Между человеком и Богом сначала, и следствие этого, это ошибки в поведении между человеком и человеком. Потому что Всевышний Торе показал, как должны люди относиться друг к другу. Если коротко, то возлюби ближнего своего, как самого себя. Как минимум не делай другому то, что не желаешь себе, а как максимум делай другому то, что ты желаешь себе. И вот как раз книга Ваекра, глава Ваекра, глава Цау, последующие главы, они показывают, как человеку при помощи вот этих приближений к Богу построить свой жизненный путь, правильный путь. И в смысле раскрытия своих способностей, свое предназначение. И в то же самое время нахождение каких-то неправильных моментов, ошибок, исправления этих моментов и, естественно, благодарность тому, что мы можем это делать. Потому что слава Богу, что мы все-таки появились в этом мире. С этим, по-моему, согласится каждый. И вот линия, которую выстраивает нам Ваекра и глава Цау, это линия, состоящая из двух таких групп. Коэн-община. А далее вождь-лидер-человек. И Коэн, в данном случае это у нас Аарон. Аарон, который любит людей. Его качество, его духовное состояние передается на всю общину. В данном случае, по словам община, подразумевается вся община, весь народ Израиля. Он задает этот духовный темп. Далее община делится, в нашем случае, на колено. У каждого колена есть свой вождь, свой лидер. И уже качество лидера, они передаются человеку. Каждому человеку, который состоит сначала в этой, в локальном разделении, да, в разделении колен. А потом это влияет, естественно, и на общину. Мы видим здесь два пути. Путь сверху и путь снизу. Путь сверху это от лидера и к ниже сходящему к общине, либо к человеку. И наоборот, от человеку к лидеру, либо от общины к Коэну. И нельзя этот вопрос как-то разделить. Они друг на друга влияют. Но большая ответственность сложится, конечно же, на Коэна и на лидеров, на вождей. Почему? Потому что вот люди, они все очень разные. Нельзя взять каждого человека под одну гребенку, как говорится. Один человек может что-то воспринять, другой находится на том уровне, что он не может что-то воспринять. Невозможно взять и всех как бы вот сравнять. Мы даже если посмотрим на вопрос про золотого тельца. Я об этом говорил, что когда уже был создан телец, то за ним были готовы пойти многие те, которые с этим были не согласны. Ну все, вот он уже есть. Как Яровам, который, когда произошло разделение между Иудеей и Израилем, он у себя построил неправильный храм, поставил этих идолов, тельцов. И люди, которые вчера еще ходили в храм, они приходили и уже поклонялись тельцам. Поэтому как раз Коин в этом моменте ответственен за то, что происходит. Это влияет на всю общину, это духовное состояние, а уже какие-то личностные качества на это влияет лидер, потому что он еще гораздо ближе. Влияние Коина более глобальное, а влияние лидера это более какое-то узкое, более личностное влияние. И человек от него принимает какие-то качества. Посмотрите, вот что, живой пример, что происходит сейчас. Какой грязью и сколько мы видим всего неправильной информации, которая сейчас льется из всех источников. В особенности из телевизора. И вот люди, живущие в России, у меня тоже там есть много знакомых. Я пытаюсь с ними говорить, рассказываю о том, что я еврей, хожу в Кипе, там цицид, езжу на западную Украину, говорю на русском языке. И я не видел никаких там фашистов, еще кого-то. Такие фашисты, нацисты, они есть и у вас. Ну какие-то маленькие группы. Рассказываю, что все здесь хорошо, все правильно. Мы выбрали президента, который большинству нравится. Но нету такого президента, чтобы навелся вообще татань. А мне не верят. Я говорю, стоп, 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 вы лучше знаете, что тут происходит. Я говорю, не верят. Как будто падает стена. Вот у человека нету, нету какого-то даже желания разобраться и вникнуть в глубину. Я говорил про это вначале, что необходимо учиться для того, чтобы понять и не совершать ни в коем случае ошибок. Либо даже хотя бы знать, как исправить ошибку. Вот вам, пожалуйста, живое влияние. Лидер страны влияет на все общество. Общий лидер. Главный ли президент. Он должен в себе сочетать и духовное качество. Духовное качество огромной высоты. Чтобы повести за собой тех людей, которые действительно не могут правильно разобраться. Они не могут правильно думать. Если ты не можешь разобраться в вопрос, у тебя должен быть учитель. Все очень просто. У правильных, у тех людей, которые правильно занимаются, правильно учатся, у них есть какой-то духовный наставник, куда они могут пойти и спросить. Вы знаете, кто связан с еврейским народом, народы мира, нашей общины, которые меня слушают. У меня много учеников из народов мира. Вы знаете, какие связи в еврейском мире, в религиозном мире. У каждого еврея есть свой учитель. Если есть очень важный вопрос, мы идем и советуемся. Своим наставником, с раввином. И получаем какие-то ответы. Поэтому вот эта связь, она должна быть очень правильной. Над нами должны стоять и управлять люди, которые действительно имеют высокий духовный уровень, каким являлся Аарон. А лидер, он должен иметь связь с этим духовным уровнем, он должен иметь связь с Аароном и, естественно, быть правильным управленцем, чтобы это было строго по закону Торы, чтобы не привести к каким-то ошибкам. Ошибки, пожалуйста, мы видим. Мир в своем корне прекрасен, но почему-то он в тот же самый момент очень ужасен. Есть много моментов, которые необходимо исправить. Всевышний начинает эту главу с повелением зажигать огонь, и этот огонь должен гореть, не переставая на жертвеннике. И сразу после такого, скажем, величественного излечения о огне, он говорит о выносе пепла. И можно было бы подумать, пепел что такое? Это мусор? Это то, что осталось и то, что будет мешать работе. Но коин должен одеться в специальные одежды, собрать этот пепел, потом переодеться, опять чистые одежды, вынести этот пепел. Ну, целый ритуал. Всевышний как будто говорит, все, что я сделал, это весь этот мир и все мои повеления, они обладают одинаковой важностью. Как тот огонь, на который ложится вот то приношение, которое поднимается к Богу. Огонь, соединяющий небесный огонь от Всевышнего, и огонь человека, которому он спичку подносит. И пепел, вынос мусора. Если мы сравним с физическим состоянием, да, вот человек, который убирает, уборщик. Казалось бы, кто такой уборщик и директор на каком-то предприятии. Но если уборщик не проработает неделю, то все это очень заметят, очень сильно. И, честно говоря, это даже помешает потом и самой работе. Оказывается, что это очень важно. Вот так в духовном плане нет чего-то ненужного. Не может человек сказать, да, это мне не надо. Вот это да, это точно. Вот очень часто даже, ну, евреи говорят, да, это пережиток плошного, вот это как бы не надо. Не бывает так. Все, что говорит Всевышний, это обладает колоссальной важностью. Это то, что соединяет Бога с этим миром, с его желанием. Мир он создал, и сюда он опустил свои заповеди. Только исполняя заповеди Всевышнего, мы сделаем этот мир жилищем для Бога. И как-то Всевышний проявится между нами. Между человеком и человеком. И тогда мы избежим тех ошибок, о которых я вот говорил выше. И вот вынос пепла, что такое пепел, да? Если бы его не выносили день, два, три, уже бы там нельзя было работать, даже в храме. Вынос пепла это вынос того, что уже осталось после вот этого приношения. Это то, что не нужно, да? Но тем не менее, оно обладает какой-то своей пользой. Его приносят в специальное место. Как минимум, оно будет хотя бы удобрением. Но можно сказать еще такой хасидский комментарий. Вот когда человек делает какое-то действие, хорошее, правильное действие. Действие, которое сразу направлено на приведение чего-то в этот мир, там, божественного света. Либо когда человек делает какое-то действие направленное на исправление, на исправление какой-то ошибки. И после этого действия остается какой-то остаток, да? Действие уже совершено. Человек принимает какой-то багаж и двигается дальше. Так вот, то, что было вчера, это как будто вот этот пепел. После совершения вашей работы, вашего действия, хорошего действия, человек может сказать, я вот сегодня дал десятину. Я сегодня там помог, особенно вот сейчас, какой-то бабушке, дедушке с пожилым людям, больным людям купить продукты питания. Прекрасно. Ты сделал прекрасное действие. Но дальше, остался после этого пепел. Все, иди дальше, делай следующие дела. Забудь о том, что ты сделал уже вчера. Это все хорошо, все классно, но забудь все. Не надо говорить, что я вчера сделал хорошо, значит что, сегодня не делать? Нет, все. Все, это пройденный этап. Этот пепел возьми и вынеси в специальное место. Он послужит как удобрением, да? Для того, чтобы ты двигался дальше. Это постоянный процесс. Всевышний как будто показывает соединение вот этих деталей. Огонь, который горит, не сгорая всегда. Вот это тот процесс, где человек не имеет права остановиться. А дальше есть пепел. Это то, что человек должен вынести, оставить. Сделал дело, двигайся дальше. Не застлевай на месте. Ни в коем случае. Даже сама книга, вот Ваикра, которая начинает рассказывать о этих приближениях, жертвоприношениях, она продолжает процесс постройки храма. Построив храм, Маше и народ Израиля, они сделали то, что хотел Всевышний. Всевышний говорит, классно. Вот я так и хотел. Великолепно, хороший поступок, правильное действие. А что дальше? Так а дальше давайте посмотрим, как оно будет работать. И оно должно работать постоянно. Когда один человек в жизни сделал хороший поступок. Это ведь хорошо, правда хорошо. Но лучше, когда этот поступок повторяется постоянно. Когда это становится частью каждого из нас, быть хорошим человеком. А хороший человек это тот, который раскрывает Всевышнего в этом мире. Нет другого пути. И имеются три основные линии вот этих приближений, как принято говорить, жертвоприношений. Это жертва всесожжения, это жертва грехочистительная, либо повинная и мирные жертвы. Они чуть-чуть меняются в своем списке. К примеру, если это обращение ко всей общине, то мирная жертва находится посередине. А если это обращение к коинам, то мирная жертва находится в конце. Почему к коинам более строгое отношение? Коин это та единица, голова, духовный свет для всей общины. И те процессы, где участвуют коины, это очень тонкие духовные процессы. Ну сколько каких-то частностей, законов, связанных как раз вот с этими жертвоприношениями. Не дай бог что-то сделать не так, это даже опасно для жизни. Всегда, когда мы говорим вот в макро смысле, в каком-то глобальном смысле, можно находить вот этого коина и в себе. Ведь это так и есть. В каждом из нас есть коин. Это та часть божественной души, которая должна взять управление над животным. И поэтому в каких-то моментах нужно уметь относиться к себе очень строго. Не уходить от этих рамок, которые как раз тебя направляют на служение Всевышнему. А не включать вот как раз свой эгоизм, когда человек говорит, нет, нет, я вот так вот знаю. Совесть кричит, душа кричит, человек говорит, нет, я знаю вот так, и это правильно. Я хочу более остановиться на мирных жертвах, жертвах благодарности, это тоже часть мирных жертвах. И вот когда приносится благодарственная жертва, когда человек путешествовал через океан, да, это было связано с опасностью, все, слава Богу, произошло. Когда человек пересек пустыню, то же самое. Либо когда человек исцелился от тяжелой болезни, когда человек освободился из заточения, из тюрьмы, то человек приносит благодарственную жертву. Это мирные жертвы, да. И в этих жертвах скрыта как раз очень большая глобальная сила. Умение благодарить открывает тебе новый потенциал, новые взаимоотношения. Это и отношение между человеком и Богом, и это отношение между человеком и человеком. Когда у человека есть какой-то вопрос, ему помогает другой его товарищ, как-то влияет на социальную жизнь, и человек ему искренне благодарит, то это открывает новые взаимоотношения между ними. Другой, тот, который помог, он хочет еще ему помочь. Ну, примерно точно так же происходит со Всевышним. Когда мы благодарим Всевышнего за то, что у нас есть, это открывает новые возможности. Всевышний видит же нас насквозь, насколько мы искренне благодарим. Вот как Рэбе говорил, ему написали письмо человек, и человек очень сильно жаловался. Жаловался, что там жена болеет, еще какие-то проблемы. Ну, все письмо такое пистит проблемами. И Рэбе ему ответил, дал советы, потом он говорит, у вас есть одна ошибка. А неужели вы не видите то хорошее, что есть в вашей жизни? Вы здоровый человек, у вас есть дети. Многие мечтают о детях, а они у вас есть, у вас есть то, то. И он как будто указал на точки, которые вспыхли ярким светом. Очень часто человек начинает концентрироваться на всем плохом. Такова природа животной души. А животная душа в этом мире имеет огромную силу. Потому что она принадлежит этому миру. Это ее мир, физический мир. Посмотрите новости. Откройте. Большинство новостей все очень плохие. И люди очень сильно любят считать эти сенсации, то, что происходит. Потом это как-то обговаривать. Если бы все новости были сладкие, красивые, одна культура, песни. Слушайте, многие их не смотрят. Многие ищут те передачи, которые их как-то будоражат. Это нас ведет как раз наша животная душа. А нужно уметь находить то, что есть хорошее в этом мире. Даже когда происходит что-то отрицательное. Вот смотрите, сейчас война в Украине. Это ужасно. Гибнут люди. Это ужасно. Но это не значит, что человек должен полностью поникнуть и изменить свою жизнь. Как говорят правильные новости. Говорят, действуйте, живите. Пытайтесь даже в этот момент жить своей жизнью. Если вы, конечно, не находитесь в том месте, где происходят активные боевые действия. Пытайтесь участвовать в процессе победы. Включайтесь в процесс помощи Украине. И вы будете чувствовать свою причастность к этой победе. Это великий дар. Это умение сохранить в здоровом виде свою психику. Психика, мы знаем, ее вроде бы не видно, но она влияет на всю нашу жизнь. На все действия человека. Так это тот процесс, внутренний процесс, который потом проявится внешне. Если человек будет правильно поступать, правильно делать, если он найдет в себе силу видеть хорошее. Почувствовать, что он жив, как минимум. Увидеть тот путь, куда он может идти, тот потенциал, что он может сделать что-то хорошее. Для себя, для семьи, для нашей страны. Вот открыть себя. Нужно даже сейчас, вот сейчас уникальное время. Очень есть много возможностей как раз подняться, раскрыть какие-то свои способности, какие-то свои уникальные качества. Воспользоваться этим вроде бы нехорошим моментом, но для того, чтобы стать лучше, а не стать хуже, не дай бог. Мирные жертвы, они имели очень интересную особенность. Их можно было кушать вот в тот день, когда она приносилась, это приближение. И вот только лишь вот эту ночь, и все, дальше нельзя было. Другие, например, жертвоприношения можно было кушать дольше. И в этом есть огромный, огромный смысл. Ну, во-первых, чтобы человек не превратил минное жертвоприношение в какую-то вечеринку. Как пишет Штензай, что многие приносили жертвы не в мешкание, уходили там в Гилгаль, еще в другие места. Там не были такие строгие правила. Человек говорит, слушай, ну давай принесем минную жертву, сделаем шашлычок, потом погуляем. И это затягивалось в какую-то вечеринку. Сейчас я объясню, какой здесь минус. Что когда человек говорит Всевышний, я хочу тебя отблагодарить, это прекрасно. Но когда он начинает это опять переводить в свое мнение, в свое понимание, как я хочу, как я понимаю, как я знаю. То это является уже неправильным. Скорее всего, это опять приведет к ошибке. Не должен человек уходить с этого пути, где есть указатели. Вот туда правильно, а туда неправильно. Иди строго по указателям, и ничего с тобой не произойдет. Это как правило безопасности, техника безопасности. И поэтому были ограничения как раз для того, чтобы можно было употреблять это мясо после этого приближения. Еще что уникально, то что человек скорее всего, если это нельзя так долго, скажем, так долго кушать эту еду, он позовет других к себе. Потому что есть достаточное количество. И вот слово шалом и шалем, мир и цельность, они очень похожи на Писание. И в них есть очень колоссальная связь. Мир зависит от цельности, от единения. Ну и в принципе, чего мы сейчас хотим мира, от чего зависит мир, от единства в Украине, единства людей, единства границ Украины, единства действий в этих границах. От этого зависит мир. Так вот, невозможно есть долго эти продукты, это мясо. Человек что делает, зовет своих друзей, они садятся и с удовольствием продолжают славить Всевышнего и употребляют это в пищу. И если, к примеру, допустить, что человек мог бы оставить это мясо, оставить там на несколько дней, а он не имеет сейчас права этого делать, то как будто он приобретает вот это качество бетахон. Человек не думает, что я должен оставить себе для завтра, для послезавтра, там вот оно пускай будет лежить, я сейчас никого не приглашу, сам поем, а потом еще поем. Человек как будто именно в этот момент, он делится тем, что у него есть, доверяя Всевышнему, что на следующий день он получит опять. Вот это и есть наявлите это слово бетахон, доверие Всевышнему. Понимание того, что Всевышний обязательно даст тебе то, в чем ты нуждаешься. Понятно, что нужно сделать какие-то действия, потому что ответ небес всегда происходит тогда, когда человек делает какое-то действие. Там тебе протягивают руку, когда ты делаешь шаг навстречу, только так это происходит. Вот поэтому мирная жертва, она обладает вот такими ограничениями. Настолько, что даже если, к примеру, это называется пигуль, да, если коин, который делает, приносит эту жертву, если он даже подумал о том, что он это мясо оставит там на какой-то другой там день, а не строго в этот срок, оно уже не является, его нельзя уже кушать, все, это уже запрет. И эта жертва не считается. Смотрите, на уровень мысли, но ведь действительно, вот что такое благодарность? Когда человек говорит слова и благодарит, но не думает так действительно внутри, то эта благодарность ничего не стоит, это называется лицемерием. Должно произойти вот этот спуск в самую глубину человека, в самое его сердце, чтобы это было задействовано и разум, и эмоции, и понимание того, что так хочет Всевышний. Написано, что человек от мирных жертв должен сам был принести эту часть, да, он должен быть включен в этот процесс, обязательно. А еще мирная жертва приносится вместе с хвостными хлебами. Это тоже очень важный момент. Что такое хвостной хлеб? Он указывает на самого человека, на его самооценку, самоосознание в этом мире. Очень тяжело убрать свое «я». Мы все себя как-то позиционируем и чувствуем, что «я» есть отдельный в этом мире. И можно сказать, что все есть Бог, ничего нету кроме Бога, это все правда, это красивые слова. Но так ли мы чувствуем? Разве что праведники могут так чувствовать. Мы не можем убрать себя. И мы показываем, что что-то мы не понимаем, что-то мы не знаем. Но спасибо тебе Всевышний за то, что есть хорошее в нашем мире. Что мы можем увидеть свою жизнь, свои моменты, свой потенциал, своих родственников, детей, семьи. У всех есть что-то хорошее в жизни. Человек обязан это увидеть и принести вот это приближение к Богу. И, как говорит Раши, как он комментирует, что у человека есть обязанность принесения минных жертв. Но есть и необходимость. Получается, смотрите, два момента. Если это обязанность, зачем применять слово «необходимость»? Если это просто необходимость, зачем слово «обязанность»? Они как бы взаимосвучают друг к другу. А это действительно является и необходимостью для правильного человека, который осознал, что есть Всевышний в этом мире, что он создал этот мир и управляет всем этим. Так это необходимость благодарить. Как мы благодарим в нашем социальном мире другого человека, который нам помогает. Искренне благодарим и при помощи этого удостаиваемся еще большей помощи. Так это необходимость благодарить Всевышнего. Мы благодарим Бога, Всевышний на это смотрит и если он видит эту искренность, он открывает нам еще больше потенциал. И в тот же самый момент это наша обязанность. Почему? Потому что создал этот мир при помощи милости Всевышнего. И его милосердие это наша счастливая жизнь, наше тело, наше здоровье, те возможности, которые у нас есть. И это все создано только лишь для одного, для того, чтобы раскрыть Всевышнего в этом мире, чтобы сделать этот мир жилищем Нижних Мира. У меня все на это главу. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Делитесь, пожалуйста, этой главой, я вас прошу. Ну и все будет Украина, все будет победа за нами. Всем пока.